Всем привет, это зумеры, на канале вышли, и мы быстренько обсудим итоги вчерашнего матча сборной, поговорим о следующем матче с Харватами. Со мной Леонид Володко и Максимал Назаров. Ребята, вы вчера смотрели, как вам это выглядело все по телевизору? Леонид, ну давай начну, пару слов скажу сейчас. Первый этап невозможно было смотреть, ну это просто убожество какое-то. Честно говоря, был в исполнении сбора на России, несмотря на быстрый гол, потому что Кипр это команда дворовая, давайте все своими именами называть. Во втором тайме, конечно, было повеселее, поинтереснее, забили много мячей, но лично для меня этот матч вообще не показать, или выиграли бы 2-0, либо 6-0, для меня никакой бы разницы не было. Понятно, что если бы 1-0, я бы еще больше ворчал, но в целом судить по сборной, судить сборную по матчу с Кипром – это не то, чем нужно заниматься. Я соглашусь, что невозможно было смотреть первый тайм и, честно говоря, второй тоже, но не из-за сборной России. Почему из-за сборной России? Мне было сложно смотреть из-за сборной Кипра. Знаете, мы все время каждый раз говорим, что про каждый матч с каким-нибудь, я не знаю, андердогом, про то, что в футбол научились играть все, но, по-моему, все, кроме Кипра. Потому что такого уровня сопротивления, честно говоря, давно не видел. У меня было ощущение, что… Я смотрел футбол, и мне хотелось, честно говоря, чтобы меня выпустили тоже за сборную России. Мне тоже хотелось забить. И я свои шансы оценивал достаточно высоко, потому что, честно говоря, я, честно, давно не видел, что одна команда играла настолько плохо. Просто не то, что не понимала, что делать, а такое ощущение, что просто бросили играть во втором тайме. И сборная России, кстати, тоже, но просто мы при этом еще и забивали. Поэтому какие претензии к России, я, честно говоря, вообще не очень понимаю. Ну да, первый тайм мы слабый. Первый тайм, да, они там два момента. Один там сто процентов был момент. Второй там, когда накрыли подкатами. Ну, блин, ну, мне кажется, невозможно. Ты меня просто не услышал. Да, так. Ты просто меня не услышал. Претензий к сборной России у меня нет. Просто судить сборную России по матчу… Ну, это было убожество в первом тайме. Это было убожество. 1-0 с Кипром? Конечно. 1-0 с Кипром. Это было убожество. Это было сложно смотреть. Слушайте, мне кажется, я просто когда-то слушаю такие разговоры, мне кажется, что дела налаживаются. Раз мы победные матчи после 6-0 называем убожеством и придираемся к первому тайму к 20 минутам. Я говорю про первый тайм. Ты меня не слышишь? Я говорю, первый тайм был убогим. Там несколько раз Кипр хорошо выходил на наши ворота. Там с развязающейся удачной. Ну, два раза. Было достаточно неплохо. Ну, несколько раз. Это два раза, да. Мы не могли забить. У Мирончука ничего не получалось. В целом… У Мирончука это правда, кстати, да. Я же тебе говорю, что мы говорим только про первый тайм. В целом судить сборную по матчу с Кипром вообще не имеет никакого смысла. И там не все научились играть в футбол. Во-первых, начнем с того, что ты себя тоже переоцениваешь. Давай будем честны, когда мне вышло скорее всего. Ну, ты мог бы умолчать этот факт. Давай будем честны перед нашими читателями. Давай не будем. А еще не научились играть там кто? Лихтенштейн, который в Германии слетел. Или кто там в Люксембург, черт его знает. Мальта, которая Семерку пустила. Ну, то есть как бы те команды, которые находятся на дне, они там так и находятся. Так мы недалеко от них, честно говоря. Вот в чем проблема. Смотрите, я хотел сказать про то, что, да, первый темп был просто невозможно смотреть. Самое яркое, что там произошло, это вот эта машинка, которая сломалась и не смогла уехать после того, как... Это про мячек. Ну, типа, да, это же машина красная. А все прочитали, да, по глупам, что Карпин там сказал на скамейке? Да, смешно. И второе, это какая-то потасовка на трибунах, куда не смогли пустить журналистов. Ну, первый темп, это реально было отвратительно. Это было очень похоже на большинство таймов при Карпине. Ну, это реально очень сложно иногда смотреть. Но второй тайм, это было, ну, нормально, это было хорошо. И вообще в целом я подумал о том, что это идеально проведенный матч, потому что для лидеров никто не получил доп-желтую карточку. Джики и Баринов вообще отдохнули. То есть с минимальными потерями мы дали, ну, суперрезультат. Какие вопросы, если условно поможет обыграть Хорватию, то вообще стоп, смотри, нет? Никаких вопросов к Карпину вообще нет и быть не может. Он из этой сборной выжимает максимум, что возможно. Просто я вчера после первого тайма написал, что вот у меня какая-то грусть, честно говоря, на душе. Вот мы сейчас с тобой через несколько часов в Хорватию улетаем. Я совершенно не верю, что там может быть, ну, там, скажем так, вот настолько верю, что мы там можем что-то там зацепить. Я смотрю на нашу сборную по именам, мне грустно становится. Ну, я просто в шоке. Я такого вообще за 20 лет слышал. Терехов, Сутармин, что? Там при всем уважении Ерохин, ребята Осипенко. Миранчу, который вообще в сборной как бы, ну, по факту, наверное, не должен играть, и он играет там только потому, что он Миранчук, и только потому, что он один из двух наших там легионеров, да, ведущих. Мы не говорим про Хайкина там или про Кудряшова. Ну, это какой-то кошмар. Мне кажется, что... Так они на чемпионат мира все эти сейчас, да, выйдут. Я не понимаю. Заболотные. Я не понимаю. Мне кажется, что я вот эти разговоры про слабейшее поколение слышу каждое поколение. Ну, то есть... Потому что каждое поколение... В 2008-м год говорили, ох, да вот вы посмотрите на 2004-й, потом в 2010-м говорили, посмотрите на 2008-й и так далее, и так далее, и так далее. Нет, ну давай вспомним состав 2008-го года. Максим, 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 мы всегда смотрим на прошлые составы, еще и с ностальгией, понимаешь? Поэтому мы никогда не можем объективно оценить. Ну, мы можем... Объективно можно оценивать только тогда, когда они закончат. Ну, это 100%. Нет, 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 это не 100%. Нет, Севастьян, у нас сейчас слабейший подбор игроков. Никакой Заболотный с Ионовым не попали бы в сборную 2008-го года даже близко. Это раз. В сборной 2008-го года был Роман Адамов. Когда у нас в сборной... Он не вышел ни на минуту. Когда у нас в сборной... Когда у нас в сборной... Да, а Заболотный там играет и чуть ли не играется не основным. Когда у нас в сборной крайний защитник Сутармин, а не Марио Фернандес, или там... У нас вообще нет левого защитника, при том, что у нас был раньше всегда Юра Жирков. Да, у меня это, ну, это куда-то не туда мы идем, понимаешь? Никуда-то не туда мы идем. Ты правильно говоришь, что мы каждый год сравниваем с прошлой и говорим, что вот сейчас слабейшее, сейчас слабейшее. Так потому что мы вниз катимся. Все правильно ты говоришь, потому что мы катимся вниз. Потому что начиная там с нашей... Вопросов нет. Ну, просто смотри, сейчас также есть вот, например, для меня Захарян, это чувак, сопоставимый по таланту с Аршавиным и Измайлом. Захарян сопоставим? Вопросов нет. Захаряна сейчас пока... А у нас что, всегда было один из Аршавиных? Ну, никогда такого не было. Просто я тебе говорю, ты смотришь под призмой того, как ты воспринимаешь их карьеру на протяжении всего времени. Ну, вспомни, как хейтили тех же Березуцких и говорили, что они донские защитники. А теперь мы вспомнили, что кто? Березуцкие выиграли Кубок УФА. Но их все равно хейтили. Они играли в Европе, они выходили из группы Лиги Чемпионов каждый год практически. Ты о чем говоришь? У нас Осипенко, который Лиги Чемпионов не играл никогда. Их все равно все хейтили. Их хейтили, потому что мы всегда хотим больше, потому что у нас всегда завышенное ожидание от сборной. Их хейтил кто? Юмористы, которые там не смотрели никогда футбол. Я их не хейтил. Не знаю, Леня их хейтил или нет. Ты понимаешь, что это совсем другое восприятие. У нас Осипенко, которая никогда в жизни не сыграет в Лиге Чемпионов. Дай бог ему, чтобы он сыграл и чтобы это было. Сутармин, который... Ну, это просто смешно. У нас круговой вызывается сборная. Круговой. Вы посмотрите, четвертый гол. Макс, я понимаю, о чем ты говоришь. Он даже в Зените не попадает в состав. Ты понимаешь? Мне кажется, глупо как-то оспаривать, что это действительно одна из слабейших сборных именно по составу, по подборам, по единам прямо сейчас. Да. Но здесь просто нужно делать, мне кажется, важную ремарку на то, как они играют. Если они добиваются результата, пусть они будут... Они пока вообще ничего не добиваются. Они секунду. Они пока вообще ничего не добили. Макс, они при Карпине вышли со второго места на первое. Они решили хотя бы... Подожди секунду. Подожди секунду. Важнейший матч впереди. Я согласен. Если эта сборная проиграет в Хорватии, это второе место, грош цена. Потому что очень велика вероятность, что... Если они попадают на чемпионат мира, я вообще снимаю все вопросы. Я скажу, окей, имена ничего не значат. Есть там какая-то сыгранная команда, которая может там выйти на чемпионат мира. Просто потом вы будете первые ее хейтить на чемпионате мира. Когда на чемпионате мира у нас выйдет Антон, прости господи, Заболотный выйдет в основе, в составе выйдет Антон Заболотный на чемпионате мира. Вы первые, кто будете смеяться над этим, когда они слетят там всем подряд и с крупным счетом. Понимаете? Вот что происходит. Пока... Ребята, давайте перейдем быстренько к Хорватии. Решающий матч. Это очень опасно. Все это понимают. Но, тем не менее, Макс, ты сказал, что ты вообще не веришь. Лень, у тебя есть? Ну, смотри, я просто разобью мысль. Она тоже перетекает в Хорватию. Просто, если мы говорим о самом слабом подборе игроков, ну окей. Просто вопрос в том, чего они в итоге добьются, как они играют и какой будет результат. Я, например, не очень... Ну, мне не кажется, что эта сборная прям самая слабейшая. Я, например, помню... Назови мне... Ну вот на фоне той, которая проигрывала 0-5 в Сербии. Ну, я не знаю, там по именам плюс-минус было не то же самое. Это та же самая практичная сборная была. Ну, о чем мы речи? Это практически та же самая команда. Ну, а что ты... Она проигрывала 0-5 в Сербии. Это та же команда? Это тот же... Нет, это не та же команда, Макс. Это та же команда при Черчесове, которая была. Это год назад случилось. И после этого тренер выходил и говорил, что он не виноват. Вы на виноваты игроки, которые там... Золотой актив и так далее. Миранчук играл в этой команде? Головин играл в этой команде? Нет, Голубина не было. Макс, ты понимаешь, что ты не был? В том матче не было, просто его. Макс, ты просто перечисляешь сейчас Осипенко, называя его. Ну, так Осипенко не будет. В Хорватии точно так же, как ты сейчас перечисляешься. Говоришь, что ему не должно быть. Подожди, Макс, а вспомни ту сборную, которая играла на Кубу Конфедерации. Вот в моем понимании эта сборная была слабее вот нынешней. Там был Джикия, который только-только вышел. Он играл в паре с кем? Вообще с кем он играл в паре? С Гранатом, по-моему. И это типа сильнее? Это та же команда, которая на чемпионате мира тебе никогда больше в жизни не перебил. Нет, это команда... Ты что думаешь, команда каждый год меняется? Это команда... Команда, срок жизни сборный какой-то. Макс, понимаешь? Давайте перейдем. Состав, который был на чемпионате мира, он достаточно... Потому что туда добавился Игнашевич, понимаешь? Ну, это реально... Он очень много я дал только в сборную. Без него... Пацаны, я... Ребята, пожалуйста, друзья. Если вам нравится эта сборная. Если вы не считаете ее слабейшей, пожалуйста. Я вас в этом не собираюсь переубеждать. Это мои ощущения. Я смотрю на сборную любых лет. И я там... И я вижу любую сборную сильнее по именам, чем эту. Я вам пытаюсь привести примеры, что у нас в сборной просто какие-то пассажиры. Вы мне говорите... А вот посмотри туда. Да вы посмотри... Окей. Если вы не согласны со мной, я вас переубеждать не собираюсь. Никого не собираюсь переубеждать. Мне вообще все равно, что вы думаете. Мне кажется, здесь... Окей, да. Можно закончить тем, что... Просто с чего Сева начал. То, что мы реально каждый год, каждые два года перед каждым турниром говорим, что это самая слабая сборная. Перед чемпионатом мира в 2018 100% все говорили, что... Ребята, вы понимаете, что у нас на домашнем чемпионате мира самая слабая сборная. Через два года еще скажут, блин, та-то сборная была нормальна. Поэтому я не знаю. Они так говорили, почему. Потому что сборная не играла. Но по именам она была сильнее. И спорить с этим очень-очень глупо. Ну, я просто не понимаю... Ребята, давайте... Подождите, мы очень зацепились на этой теме. Давайте тезис по Хорватии быстро. Макс, твой прогноз и пару слов. Ну, мой прогноз, что в лучшем случае... В самом лучшем случае мы какой-нибудь 1-1 зацепим. Но мой прогноз, что мы проиграем либо 2-0, либо 2-1. Лень. Смотрите, мы крупно победили. У всех хорошее настроение. У всех лидеров сэкономлены силы. Все хвалят сборную. И, по-моему, мы собрали все условия для того, чтобы нас просто разнесли вообще в щепки. После такого обычно в матче, в котором нас устраивает ничья, ничего хорошего никогда не случается. Я тоже думаю, что победы никакой, естественно, не будет точно. Мне кажется просто, что будет какой-то сумасшедший футбол, где хорваты точно забьют. Сто процентов. Но если ничья, то 1-1, но мне кажется, 2-2. Мне почему-то кажется, что голов будет много. Я вообще, знаешь, очень люблю сборную и всегда хочу за нее топить. Но я тоже очень... Хочется, чтобы они зацепились за ничейку. Я говорю, что со мной, наверное, глупо вообще говорить про сборную, потому что я... Ну, я не могу объективно на нее смотреть, просто потому что это команда, за которую я прям очень сильно переживаю, болею. И вообще, кто бы там ни играл, кто бы ее не тренировал, вообще, мне вообще абсолютно без разницы. Я тоже болею. Просто хочется, чтобы они побеждали. Да, я тоже болею. И мне больно, когда я вижу вот такой состав сборной. И при этом к Валерию Карпину просто ноль претензий. Роза ноль. Чувак. Нет, ну, ты тут вообще претензии не... Да. Претензии могут быть какие только к системе подготовки. Она меняет. Да, просто у нас провалилась. Сейчас пришел... Сейчас настал тот момент. Сейчас вот мы хаваем тот момент, что у нас в сборной дети лимиток, вот максимальные дети лимиты, которые просто вообще в этом лимите пришли в свой профессиональный футбол, да, или начали там понимать, что они будут профессионалами. И вот они дошли до 30 лет, как Федор Михайлович Смолок. Понимаешь, например? Это еще не худший пример, да, Федя? Мы все его любим. Я бы сказал, это лучше пример. Вот в чем. Нет, Антон Заболотный. Есть Антон Заболотный. Есть Алексей Ионов. Понимаешь? Это очень странная история. Есть Сутормин. Это очень странная история, когда такие игроки в сборной. Я думаю, что во времена Валерия Карпина эти люди, они бы вообще вряд ли очень быстрее подошли в сборной и вряд ли бы играют в бывшие лиги. Максим, Максим, во времена Валерия Карпина мой последний матч в 97-м, последний официальный матч сыграли с Кипром один-один эти, напомню. Просто вот для сравнения. Но тогда зато по именам все было супер вообще. Замечательная сборная была. И на Чемпионат мира мы не поехали никуда. А давайте на этой позитивной ноте закончим. Мы верим в сборную. Россия вперед. Едем с Максом в Кипр. И, наверное, еще оттуда тоже сделаем такую студию. До и после. Давайте все вместе. Ра-Ра-Си-Си-Я. Ра-Си-Си-Я. Все, всем пока, спасибо. Спасибо. Ра-Ра-Си-Я. Субтитры создавал DimaTorzok